Привет, это я Кирилл Умник Разумник и ты в Лиге Умников Разумников. И сегодня мы вместе с тобой поиграем в очень интересную игру под названием Ultimate Animatronic Salvage. Нам с тобой придется сидеть лицом к лицу с аниматрониками и проверять их на годность для работы в пиццерии. Да уж, это игра для очень смелых. А если ты еще не подписан на мой канал Кирилл Дудник Умник Разумник, то сделает это прямо сейчас и обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, начинаем! И вот мы с тобой оказались в меню Ultimate Animatronic Salvage. Эта игра очень интересна своим геймплеем, потому что помнишь, как мы с тобой играли в шестой ФНАФ, где между ночами у нас была мини-игра, в которой мы с тобой тестируем аниматроника, можно ли его взять в пиццерию. За это мы бы получили дополнительные деньги, но нам пришлось бы против него сражаться. Так вот, эта игра полностью про эту мини-игру. Ну что, предлагаю начать тогда. Запустим сейчас Фредди и попробуем его протестировать. И тут очень много аниматроников почти из каждой части. Так, ну что, мы загружаемся. И сейчас вот этот голос начинает появляться, который немножко даже мешает говорить. Так, кстати, я немножко даже в настройках программы, через которую я записываю, выкрутил яркость повыше, потому что сама по себе очень темная игра. Но, в принципе, как ты помнишь, мы здесь ждем, пока пройдут всякие тесты, затем записываем результат, и после этого... Сейчас, пока он договорит, и запустит первый тест. О, сейчас так полегче стало говорить. Так вот, мы ждем, пока закончится тест, затем записываем результат вот в книжечку, которая снизу у нас открывается. Записываем. Так, все. Документ results. А, как сейчас плохо было? Или в три раза... Да как? Вот тут она кривовато нажимается немножечко. И, по-моему, это проигрышная попытка. Так, допустим, первая проверка нет. Так, ну посмотрим. По-моему, он двинулся. Мы всего лишь трижды можем использовать электрошокер, чтобы вернуть его в свое положение за всю общую катку, так сказать, за все пять тестов. Так что, сейчас посмотрим. Ну, я думаю, не страшно. Сейчас, если мы запишем еще раз, допустим, второй ES. То есть, интересно, что это зависит вообще? Да тихо! Осуждаю, осуждаю. Осуждаю то, что очень-очень плохо работает эта кнопка почему-то. Интересно. Так, вот после этого теста я сначала по нему шокером пробил хорошенько, а затем уже буду идти, потому что, посмотри, он наклонился уже на нас. Так. Ну что, сначала вот так мы делаем. А затем вот таким суперкоротким кликом убираем. И вот так. Все отлично. Все. Включаем дальше. Все. Начинается. Но и вот такой, в принципе, интересненький геймплей. И следующие аниматроники по логике должны становиться гораздо сложнее. Так. Ну что, посмотрим. Нам всего лишь заплатили бы 500 местные валюты за этого Фредди. Так как это сделать? Ужас. Ужас, как сложно. Так, ну вот так можно проводить. Допустим, в этом я не уверен. В четвертом. Надо будет его еще раз один шок сделать после этого теста последнего пятого. И все. Фредди, мы с тобой пройдем. Пойдем к следующему аниматронику смотреть, чем он будет сложнее. Ну что, интересно здесь. Можно покупать аниматронику за эту валюту? Так. Ну что. Ждем, пока пройдет этот тест. Здесь какая-то еще на фоне музыка такая играет. Ну что. Можно пока посидеть. Попереглядываться с этим Фредди, так сказать, пока он ничего не делает. Так. Ну главное не забыть. Не забыть его шокировать этим шокером, потому что сейчас он уже наклонился и сидит. Так. Фух. Ну что, интересно, что он будет ждать со следующим аниматроником. Так, надеюсь. Так, все. Этот тест закончился. Сначала шокером по нему проходимся. Тихо ты. Так. Эть. Все. Ноу. Ну и все. Мы завершили лист проверок. И теперь Фредди пройден. Well done. Еее. Мы с... End tape. Конец пленки. То есть это мы, получается, пленочку прослушиваем. О да. И мы сзяка начинается. Все. Мы с тобой смогли пройти Фредди. You successfully completed the salvage. Так. Total rewind 500. Так. Ну что. Теперь давай посмотрим, что нам с тобой предоставит Бонни. Интересно, что с ним будет. Так. Фух. Ну что ж. Запускаемся в Бонни. Так сказать. Включаем его. И у нас еще получается еще второе, третье, фнавцы. С какие-то аниматроники. Здесь черным помечены. Типа у них нет картинки. Интересно, почему. Так. Теперь Бонни здесь сидит такой. Смотрит на меня. Здесь уже нам заплатят целых 700 за этого аниматроника. Так. Не, по-моему, тут то же самое. Это голос вам рассказывает. Интересно, что жалко здесь нельзя как-то перематывать. Допустим, вот эти вот предислоя. Всегда их можно было бы перемотать и сразу приступить к тесту. Вот это было бы интереснее. Фух. Ну что. А ты бы согласился на такую работу. Представляешь, там сидишь, приходишь, допустим, ночью. Садишься за стол. Сейчас запишем результаты. Допустим, yes. Всё хорошо. Представляешь, сидишь, значит, ночью приходишь в офис, там сидит перед тобой аниматроник вот так. И следит вот так вот за тобой. И ты слушаешь какие-то странные звуки, а затем берёшь и записываешь их в тетрадь. И в какой-то момент аниматроник может не так за тобой следить, а вот так начать за тобой следить. И в этот момент надо беспокоиться. Ну это, конечно, такая интересная работа, своеобразная. Да тихо ты. Как же это ужасно. Как же неудобно нажимать на эту кнопку. Но может быть, в этом основная сложность. Ну посмотри, Бонни уже открыл рот. Уже он не просто, даже не так за нами следит, а вот так опасно. Эх, так страшно. Так, ну что. Напиши в комментариях, если бы ты пошёл на такую работу. Допустим, за каждого аниматроника тебе платили всё больше и больше. Так. Теперь всё безопасненько. Всё, документ. Короче, запишите результаты. Всё. Так, теперь следующий, третий тест. Ну что, в принципе. Не, ну я бы на такую работу сходил, но поработал. Ну потому что, смотрю, у меня есть такой флаферский опыт. Уже много лет снимаю флаф на YouTube и всё такое. Так, всё, теперь записываем результаты. Вот так. Короче, вот так проводим по кнопочке. Ноу-ноу-ноу. Более вообще такой никакой. Так. Ну, кстати, по-моему, простовато. Если что, у нас выставлена сложность изи. Можно будет с тобой потом в каком-нибудь из выпусков попробовать её сменить на нормал, а может быть на что-то и больше. Так что сейчас давай допроверим Бонни и попробуем ещё какого-нибудь аниматроника пройти. Так. Ну что. Сейчас это пятый тест или четвёртый? По-моему, это четвёртый. Так, Бонни наклонился. Если что, главное не забыть его сейчас. По нему пройтись электрошокером. Так. Кстати, реально, вот я вспомнил про шестой ФНАФ. Надо будет с тобой обязательно его дальше попроходить. Там даже не вот эти вот тесты аниматроников страшно. А основной геймплей, когда мы сидим в офисе, там оборачиваемся по сторонам. Это вот самая страшная часть геймплея. А вот тут вообще, вот реально, вот в такой вот ФНАФ вообще не страшно играть так. Так, ну что. Well done. Мы моментально прошли Бонни. По-моему, это было бы даже быстрее и проще, чем с Фредди. Конечно, в один момент я начал вот так вот опять хлопать вот этим вот листочком. Так, ну что, нажимаем continue. Так, total rewind 700 уже. Уже не 500. Мы потихонечку с тобой поднимаемся. Ну что, и давай попробуем пройти Чико, если можно. Просто здесь чёрная картинка. У тебя ещё осветлена она. И так что, поэтому ты можешь посмотреть, допустим, других ФНАФов. Ух, как тут много всяких ФНАФов. Так вот, тут даже есть ФНАФ SD. То есть, SD. Что-то я не знаю, на самом деле, что значит SD. Чё-то не смог расширать. Допустим, ФНАФ Help Wanted. Восьмая часть, в которую мы с тобой обязательно продолжим играть. Так, ну что, давай попробуем запустить Чико. А, да, всё же здесь этих аниматроников нет. Так, ну что. Давай тогда попробуем пройти сломанного Фредди сейчас. Так, ну что, запускаем его. Ииии... Вот он-то, я думаю, что страшно не будет. Ииии... Да ладно, ну так страшно, что ли? Так, ну что ты чувствуешь, что это будет нестабельно или агрессивно? Ну что ты чувствуешь, что это будет нестабельно или агрессивно? Буду максимально аккуратно это делать. Нам целых тысячу-пятьсот за него заплатят. О, вот это круто. Ну, я понимаю, конечно, да, страшно сидеть с таким. А представляешь, что будет на кошмарных аниматрониках? Ух, как интересно дальше продолжить играть в эту игру. Так, ну что. Так, ну что. Так, мы интересуемся. Запишем. Ну. Вообще не... Нет. Я лишний раз накликал, и в итоге он к нам повернулся. Кстати, теперь он не такой страшный, по-моему. Хотя глаза-то по-моему видно. Просто у меня мнение не особо видно, то есть это все поярче. А вот так он очень-очень тёмный. Так, кстати, звук страшный. Именно проверочный. Так, сначала вот так я сделаю. Для начала. А интересно, вот сложность. Может быть это типа... Мы сложность выбираем... Давай, yes здесь будет. Давай, включайся. Сложность мы выбираем. Типа от этого будет зависеть количество промахов, которые можно сделать по кнопке. Или, допустим, движение аниматроников. То есть... Ну. А. Или как? Что-то не идёт. Процесс. Я, похоже, что-то не записал. Ну ладно. А да ладно, уже четвёртый тест был. Как моментально всё просто проходится. Так вот. Реально. На чём я становился даже немножко запутался в такой стрессовой слегка ситуации. Так вот. Может быть, от уровня сложности будет зависеть количество ударов электрошокером, которые мы сможем сделать. Что, шестой? Так, погоди, я не понял. Я же вроде уже пять все записал. Так, ну короче, если что, он на меня повернулся, можно его прямо сейчас ударить током, но не особо вижу смысл зачем. Так вот. Может быть, от этого будет зависеть количество шокеров. Вот, допустим, сейчас изи это три раза можно ударить, два раза это нормал, а один раз только всего лишь это будет хард какой-нибудь. Я очень не знаю, что-то по сложностям. Фух. Ну что, сейчас тест уже закончится. И, кстати, знаешь, у тебя сейчас небольшая такая визуальная преодолея произошла вот из-за этой тени у ушей Фредди. Так, сейчас сначала я сделаю так, чтобы поспокойнее было. Вот из-за этой тени у ушей Фредди такое ощущение, как будто бы у него такой слой волос такой, как будто бы прическа ровная-ровная такая черная страшная. Так, по-моему, он еще страшнее бы выглядел. Да ладно, то есть у меня, получается, в пятом тесте получилось yes и no. Да ладно. Вот это я понимаю, конечно, механика интересная. Вау, Total Rewind 1500 получился. Ну какой же он все же был страшный. Так, ну мне невероятно сейчас интересно посмотреть аниматроников, которые будут дальше. Всяких там из третьего ФНАФа, там, Спрингтрапа посмотреть, и кто там еще будет у Спрингтрап. Затем и кошмарных аниматроников. Ух, ну что, если ты хочешь и продолжение этой игры, и вместе со мной дальше смотреть, как проходить этих аниматроников, то обязательно ставь лайк. И, конечно же, приходи в Лигу Умников, Разумников почаще, чтобы не пропускать новые видео. Собой был я, Кирилл Умник, Разумник, Фредди, Бонни и Слухи. Ломаный Фредди. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok